Сезонный аллергический ренит, поленос, эти непонятные простому обывателю слова, хорошо знакомы тем, кто страдает одним из самых распространенных заболеваний 21 века – сезонной аллергией. Недугом, который приносит немало хлопот весенне-летний период и не дает сполна насладиться радостями солнечного времени года. Любоваться цветущей природой, лакомиться летними ягодами и фруктами, отдыхать в экзотических широтах. Поленос может проявляться как и у молодых людей, так и у пожилых людей без каких-то относительных исключений. Поленос может быть наследственным, то есть если у обоих родителей есть поленос, то вероятность рождения ребенка с поленоса достаточно высока. Для нашего региона в весенний период характерна аллергическая реакция на цветение деревьев, в летний период на цветение злаковых, в осенних на сорные травы, например, полынь. Основной профилактикой аллергических заболеваний является гипоаллергенный быт – это ограничение контакта с пыльцой. То есть было уже давно замечено, что аллергические риниты, конъюнктивиты хуже протекают в период, когда солнечная ветреная погода и лучше, когда идет дождь, потому что дождь прибывает к пыльцу. Соответственно, после посещения улицы желательно принять душ для того, чтобы смыть пыльцу. Известно, что симптомами сезонной аллергии считаются насморк, першение в горле, покрасение глаз, слезотечение, зуд и затрудненное дыхание. Аллергия бывает разной, собственно, как и ее проявление. Поэтому, как и любая болезнь, она требует тщательной диагностики. Нужно определить, от чего и почему она вышла наружу. Сейчас мне делают кожные тесты для выявления аллергии на пыльцу у деревьев. Процедура совсем безболезненна и результат уже будет виден через 15 минут. После диагностики причинозначимой пыльцы, которая вызывает аллергическую реакцию, данный аллерген может вводиться подкожно, либо в таблетированной форме, либо в форме капель. И к нему вырабатывается иммунитет. И в последующем человек значительно меньше реагирует на пыльцу. Аллергические реакции в виде полиноза, особенно те, которые не контролируются, могут приводить к печальным последствиям, таким как бронхиальная астма, ангионевротический отек, либо отек в инге, крапивница, анафилактический шок. Если для одних распустившийся бутон – это повод насладиться ароматом и видом нежного жасмина, тюльпана или пиона, то другим цветочная пыльца может изрядно подпортить самочувствие. Поэтому, если вы в группе риска, то держите окна в ближайшее время закрытыми. Носите очки. Это поможет избежать попадания пыльцы в глаза. Не забывайте систематически принимать антигистаминные препараты, но только по совету врача.